Пока не залил меня сверху соседа. За сию провокацию я отправился осуществить над ним акцию. Только, значит, мы начали с ним разбираться. У соседа, что снизу энергично и вонюче, негигиенично, начало возгораться. И тот, что сверху юнец, возопил. Данилец, ты же мне как отец. Это я не тебя заливаю. Твоего, что снизу соседа, очень спасаю. Когда я был домосед, рядом слева жил великолепный сосед. Пока к нему не возвернулась любовница. Холера, Полу-Венера, Полу-Мегера. И начала обсуждать с его женой достоинства и недостатки их гомера. Был у меня когда-то справа отличный сосед. Вот тот был мудрец. Хоть и наглец. У него вдруг обнаружилась соседа фобия. И как следствие, обширная травматология. Был когда-то я домосед. Спасибо. Спасибо. Я соглашался, я договаривался и честно оплатил не из дешевых, но родное наше. Ну, какое ж вкусное печенье. Пе-че-не-е. Кто ж знал, что предлагалось и уже привезено курьером вежливым и тюжепрытким, Почти бесплатно, со скидкой, и только для меня наидорогущее, заморское, вонющее, совсем невкусное лечение. Л-е-че-не-е. Вот так вот. Излагалась к чаю версия, а привезли иуды аптечную желудочно-кишечную диверсию. Будь проклята, кулинария-то под вывеской, но нет на нас креста. С площади то ли пионера-героя, то ли геолога, наверное, все-таки врача Володи Ильича. Клянусь отныне, запечениваюсь я только на улице Кибальчича. Ну, раз уж оплатил, креплюсь, давлюсь, уже без увлечения и плохого уважения к себе до умопомрачения. Влечиваюсь, залечиваюсь и даже перелечиваюсь, и перья заново очеловечиваюсь, уже почти просвечиваюсь. И не свечусь восторгом, как давеча, и честно хаваю, щелкаю и уминаю хавальником, дедальником и уминальником. Ох, как не хочется, чтоб все сире предстало поминальником. Хоть сам я так и не узнаю, как пить-подать, отчего же это я так безутешно, успешно пролетаю и пролечиваюсь. Но оплатился, но точно помню, предлагалось, а не предполагалось, печенье, 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 какое же вкусное, предлагалось печенье. Спасибо.